В этой десятиэтажке на Верхней Дуброве вот уже месяц не работает лифт, но люди не бьют тревогу, а с пониманием относятся к ситуации. Их дом в этом году попал под программу капитального ремонта. К августу по плану здесь должны установить новый лифт. Новый лифт будет отвечать всем современным требованиям, рассказывает представитель компании-подрядчика. Причем капремонт предусматривает не только замену кабины. Здесь установят новые направляющие в шахтах, подъемные механизмы, а еще приведут в порядок машинное помещение. Срок эксплуатации нового лифта составит 25 лет. И что важно, использовать его смогут люди с ограниченными возможностями. Оборудовано будет световыми табло, голосовым оповещением и азбукой браля на кнопочках управления. Лифты оборудованы частотными преобразователями, которые позволяют плавный запуск и остановку лифта. Ну и также позволяют экономить электроэнергию. А вот жители 23-го дома на проспекте строителей встретят зиму под новой крышей. В этом году по программе капремонта здесь предусмотрена замена кровли. Причем у дома есть особенность, так называемый козырек, который служит крышей для нежилых помещений. В частности для библиотеки для детей и молодежи. Они так же, как и жители, на протяжении 4-х лет платили за капитальный ремонт и ждали, когда же здесь произойдет замена кровли. В библиотеке из-за прохудевшейся крыши то и дело случались протечки. Сейчас у нас ничего не течет, не заливает, у нас ушел грибок из библиотеки, а библиотека и грибок – это вообще понятия несовместимые. Замена кровли была произведена как на этом козырьке, так и на основной крыше дома. Стоимость работ составила почти 3 миллиона рублей. Представители компании-подрядчика заверяют, что материал использован современный и качественный, поэтому проблем с кровлей в ближайшие несколько лет точно быть не должно. В данном случае применен наплавление материала унифлекс. Это полимерный материал, очень хорошего качества, конечно, дороговатый, но очень хорошего качества. И, значит, восстановление парапета. На данном доме был разрушен практически весь парапет. Жители девятого дома на проезде Чайковского тоже получили долгожданный капремонт. Причем здесь было выполнено два вида работ. В 2016 году на этом доме обновили фасад, а в этом сделали кровлю. Новую крышу жильцы получили по бонусной программе за то, что вносили платежи в срок и больше, чем требовалось. В итоге дом преобразился до неузнаваемости. Картину здесь портит разве что разбитая дорога. Мы очень рекомендуем сейчас всем органам местного самоуправления при отборе дворов, при отборе домов, включении их в программу, стараться синхронизировать мероприятия по благоустройству и по капитальному ремонту. Потому что вы правы абсолютно, когда стоит такой красивый дом, а вокруг люди выходят из красивого дома, попадают на это бездорожье, то, наверное, конечно, ощущения не самые приятные. К слову, за все действия программы успели отремонтировать более 400 домов. В фонде капремонта отмечают, собираемость взносов с каждым годом возрастает. Люди активнее платят за капремонт прежде всего, потому что стали видеть реальные результаты работы программы.